Добрый вечер, меня зовут Дмитрий Поликанов, я президент фонда поддержки слепоглухих соединений. И собственно говоря, в общем, на самом деле мы очень рады тому, что вас заинтересовала наша тема, и что вы захотели побольше узнать о слепоглухих людях. Я так понимаю, что знакомство наше с вашей компании было такое немножко стихийное, потому что там в свое время все это, если я правильно помню, началось с поста о доступной среде и о тактильной плитке, которую там неправильно положили, и вот как-то вот оно все переросло потом в тему того, что вот оказывается есть такие люди, у которых не только зрения нету, но и слуха нарушен, и собственно говоря, им можно как-то помочь. Дальше уже Артемий там выкладывал посты про керамическую нашу продукцию, еще про какие-то вещи, в общем, оно вот как-то там потихонечку закрутилось, да, и на самом деле это очень здорово, потому что мы всегда заинтересованы в том, чтобы количество людей, которые интересуются этой тематикой, оно росло, да, потому что слепоглухие это такая тема, как сказать, это немножко другая планета такая, да, и для многих людей это в принципе открытие, что такие люди в природе существуют, которые не только плохо видят, но еще и при этом плохо слышат. Я стал сам лично этим заниматься в 2014 году, собственно говоря, когда был основан наш фонд, и для меня как бы слепоглухота ассоциировалась как для там человека, ну как бы родившегося достаточно давно, да, она ассоциировалась с фильмами, которые показывали на советском телевидении в 80-е годы, черно-белые, про Загорский тогда детский дом, про то, как там с детьми разговаривали рука в руку и так далее, про методики педагогические, вот, и это все казалось тоже какой-то, значит, такой далекой жизнью, и, в общем, как бы с тех пор особенно ничего об этом не слышал. И вот когда в 2014 году, как бы, собственно говоря, возглавил фонд и начал этим заниматься, то оказалось, что таких людей не единицы, а тысячи, что о таких людях действительно очень хорошо заботились в советское время, потому что тогда было время экспериментов, это было интересно, вот, а потом был большой провал, условно говоря, там, да, лет на 20, когда они были не нужны никому вообще, да, и государство их в упор не видело и вообще не воспринимало как отдельную категорию, и, собственно говоря, благотворительных организаций никаких не было, которые могли бы этим позаниматься, и они были предоставлены сами себе, в общем, такие еще и как бы неприкаянные, потому что ни Всероссийское общество слепых, ни Всероссийское общество глухих толком тоже как бы их за своих не считали, да, и вот они как-то вот провалились между стульями, получается, и, в общем, оказались в такой достаточно сложной ситуации. А в Советском Союзе действительно в 60-е годы два человека, Александр Иванович Соколянский и Александр Иванович Мещеряков, значит, стали основоположниками мировой, фактически, школы тифло-сурдопедагогики, то есть обучения слепых глухих детей. То есть до этого история знала примеры того, как обучать таких детей, ну, скажем так, в ручном режиме, в единичном и так далее. То есть это были примеры там в Америке, во Франции, в Российской империи в 1909 году было создано общество попечения о слепых глухих и немых. Может быть, вы слышали там фамилии такие, как Эллен Келлер там или Лора Бриджман, Чарльз Диккенс в свое время там в одном из своих, значит, дневников о путешествии в Америку писал специально, значит, об этих удивительных девушках, которые достигли небывалых высот, будучи тотально слепоглухими. Вот. А у нас, в общем, вот эти два человека, циколянский и мещеряков, затеяли тему Загорского эксперимента, который в свое время был сравним, там, скажем, с полетом в космос, с балетом и так далее, потому по степени влияния, скажем так, на мировую педагогическую науку. Они основали тогда Загорский детский дом, где начали совершенно по-новому учить этих детей социализироваться, то есть, как бы воспитывать в них вот это вот человеческое начало, да. Из детей, которые, в принципе, ну, как бы вообще были отрезаны от мира, получается, по слуху и по зрению, они начали делать, как бы, вполне себе полноценных членов общества. И закончилось это все тем, что они подобрали группу из четырех человек и сделали так, что эти четыре слепоглухих человека отучились в Московском государственном университете, успешно его закончили. Более того, двое из них продолжили научную карьеру. Один из них стал доктором психологических наук, профессором, сейчас преподает Александр Васильевич Суворов, может быть, вы тоже про него где-то краем уха слышали. А второй, Сироткин Сергей Алексеевич, он стал кандидатом философских наук, тоже читал диссертацию и, собственно говоря, там стал заниматься после этого общественной деятельностью. Это был первый в истории случай, когда не единичные какие-то люди там, благодаря своим талантам, выскочили, так сказать, и прорвались через эту вот блокаду, в которую их природа поместила, а когда целая группа слепоглухих людей закончила в поточном фактически режиме вуз, да, и получила высшее образование, и потом продолжила заниматься научной деятельностью. Им там всем после этого дали, естественно, государственные премии там и так далее. То есть там было много как бы всего интересного происходило. И в этот процесс были вовлечены в том числе философы, которые пытались понять, а как же вот из человека растение, да, которое представляет из себя слепоглухого ребенка, который там фактически на 70-80% отрезан от мира, значит, от поступающей информации, да, как из него, вот где эта искра человеческая, которая в нем появляется, как ее выцепить, и как, условно говоря, научить его сначала ухаживать за самим собой, а потом осваивать там школьную программу, значит, писать, читать, и, условно говоря, доводить его до высшего образования. Ну, чтобы немножко вас погрузить в мир слепоглухого человека, понятно, что это как бы такая, наверное, чисто искусственная конструкция, да, потому что мы все равно с вами не можем прочувствовать, как он живет, да, там, даже если там вы завтра пойдете домой, вставите себе беруши, оденете вот эти очки для сна, да, и целый день будете ходить дома на ощупь, значит, с заткнутыми ушами, там, с закрытыми глазами, все равно вы до конца не прочувствуете. Ну, то есть там первые 15 минут, особенно у женщины, будет паническая атака, да, потому что, ну, так бывает просто, когда нас раз отрезают из всего там, да, еще там, и ты ходишь, и вроде как знакомая обстановка, но ты совершенно теряешься. Вот у нас тогда девушка из «Такие дела», да, или из, да, значит, «Эли из милосердия», она провела эксперимент, она целый день вот так прожила в шкуре слепоглухого человека. И она, значит, описывала потом огромный сделал лонгрид, значит, описывала там свои ощущения. Вот, но до конца все равно не прочувствуешь. Но, тем не менее, мы сняли такой маленький ролик, Константин Хабенский нам помог, он его озвучил. Называется «Один в темноте», он вам чуть-чуть даст представление. «Один в темноте» Вот, значит, действительно, мы основную часть информации с вами получаем через зрение, через слух, да, фактически для слепоглухого человека остается вопрос осязания, вкуса и обоняния. То есть это где-то там 10-15% информации внешнего мира. Поэтому для них крайне важным элементом является, как бы, момент общения с другими людьми. Ну, вы можете себе представить просто, если вы вот, ну, условно говоря, там, одинокий, ну, даже не одинокий, даже живущий в семье слепоглухой человек, которому, допустим, там, ну, уже где-то далеко за 40, соответственно, он живет какой-нибудь там своей мамой, которая тоже там далеко за 70, да, и фактически там вся информация о мире, которую он получает в течение дня, поскольку там телевизор, он не может посмотреть, допустим, там, бралицкого дисплея у него нет, соответственно, он не может выйти в интернет и там как-то пообщаться или просто не владеет этими навыками, да, вся информация, которая в течение дня к ним истекается, это вот это вот общение с мамой, да, ну, которое, я не знаю, позовет его пообедать, там скажется, надо помыть руки или пописать или еще что-то, да, и, собственно говоря, на этом вот все, а больше ты, как бы, все остальное жизнь живет, ну, как бы идет в твоей голове, то есть вот там какая информация есть, ты ее постоянно, так сказать, крутишь и перевариваешь, ну, как бы вот, поэтому одна из наших ключевых задач, как раз попытаться этих людей вытащить из этой вот ситуации четырех стен и дать им возможность общаться и со зрячьи слышащими, и со слепоглухими другими и так далее. У меня, к сожалению, у вас PowerPoint не стоит на этом самом, а я не догадался сохранить презентацию в PDF, поэтому я вам сейчас буду рассказывать на пальцах и периодически тогда показывать ролики, ну, надеюсь, что, в общем, как бы это вас не смутит, отсутствие, так сказать, картинки, вот, статичной. Значит, наш фонд был основан в 2014 году, это проект агентства стратегических инициатив, и, собственно говоря, он был, как я уже сказал, создан ровно для двух вещей. Во-первых, для того, чтобы озаботиться проблемой вот этой конкретной категории людей, слепоглухих, а во-вторых, чтобы попытаться вернуть вот те лидерские позиции, которые были у России в свое время, там, как у Советского Союза, с точки зрения каких-то там передовых научных методов помощи этим людям и так далее. И наша, как бы, такая вот прикладная задача, это создать по всей стране систему, устойчивую, самую главную систему помощи слепоглухим. То есть, чтобы в каждом регионе появился определенный набор возможностей, грубо говоря, такое меню, да, которому, как бы, определенные пункты, там, виды помощи были слепоглухому доступны. И доступны независимо от нашего существования, существования фонда, да, чтобы была создана инфраструктура, в том числе и государственная, там, и другими общественными организациями и так далее, которая позволяла этим людям, вот, как раз полноценно интегрироваться и знать, что, что бы ни случилось с фондом, значит, как бы, помощь всегда к ним придет. И в этом смысле, как бы, это очень важный элемент, потому что в России была очень рваная история помощи слепоглухим, да, то есть в 909 году создали общество попечения слепоглухонемых, какая-то там, значит, родственница Голенищева Кутузова участвовала в этом и так далее. Вот они в Питере, значит, создали это общество, оно прекрасно просуществовало до 17-го года. В 17-м году революция, бац, значит, все прервалось там, да, и, как бы, потом по крупицам собирали обратно, там, вот эти вот, там, интернаты, мастерские и так далее. Потом прошло какое-то время, там, репрессии сталинские, значит, какое-то количество этих людей, которые этим занимались, их расстреляли. Опять, как бы, немножко прервалось. Потом Великая Отечественная война, там, как бы, целая группа слепоглухих, часть погибла во время блокады, часть, там, которые были в Харькове, их тоже немцы, значит, убили. Тоже, как бы, провал, да. И вот опять после войны, соответственно, там, в 50-е, 60-е годы взлет, значит, где-то до середины 80-х, потом опять, как бы, забвение на несколько десятков лет, получается. И вот наша задача, чтобы вот этих вот взлетопадений не было, чтобы все-таки как-то ровно. Значит, вы меня спросите, а сколько слепоглухих? Вот вы тут нам стоите, рассказываете, вообще, что вы понимаете под слепоглухими, и сколько их в природе существует. Значит, мы трактуем слепоглухоту по международной классификации, да, потому что, в принципе, как бы, если вы взглянете сейчас на российские нормативные документы, там вообще слепоглухих до 14-го года не было, в принципе, да, как отдельной категории и так далее. Потом они появились, и появились в основном, как бы, когда там идет классификация, как тотально слепоглухие люди, которые вообще ничего не видят и вообще ничего не слышат. То есть, как бы, но тотальников вот таких вот, которые вообще ничего, и в полной темноте и тишине, их где-то порядка там от 5 до максимума 10% от общей численности. Остальная масса слепоглухих людей имеет остаточное зрение или слух. То есть, это может быть слепой, но слабослышащий, у которого, например, стоит слуховой аппарат или кахлеарный имплант, и он ему позволяет, так сказать, что-то слышать хотя бы одним ухом. Это может быть глухой, но у которого есть остаточное зрение, когда он весь мир видит, там, скажем, через такую узкую трубочку, грубо говоря, да, вот если вот так вот приложите, да, вот он видит мир вот через вот эту вот дырочку, и ему каждый раз голову надо свою, как перископ подводной лодки, наводить на объект и долго-долго присматриваться, концентрироваться, чтобы что-то там разглядеть. Вот. Есть вторая там группа, у которых, наоборот, в середине ничего не видно, там большое черное пятно, а видно только краешком глаза, там, по краям, поэтому они видят только-только такую часть картинки и так далее. Но все-таки, как бы, какое-то малюсенькое там остаточное зрение и малюсенький остаточный слух у них есть. И, значит, мы тоже, у нас первый вопрос был, а сколько их вот там, да, что это, большая категория, маленькая категория и так далее. В мире считается, есть два варианта подсчетов, есть вариант Всемирной организации здравоохранения, это, который говорит нам, что слепоглухих один на 10 тысяч населения, да, то есть, как бы, в России их должно быть там 12-15 тысяч человек. Есть второй вариант подсчета, это методика, которая используется в Европейском Союзе, которую, значит, там наши английские коллеги и друзья придумали, они смотрели на разные возрастные категории. И в зависимости от возраста смотрели, сколько процентов людей с нарушениями зрения и слуха. И у них получилось, что, ну, если там округлять совсем, то до 65 лет это 2 процента, 0,2 процента населения, после 65 лет это 2 процента населения. Вот при такой методике подсчета в России должно быть не 15 тысяч, а 800. Ну, то есть, как бы, там просто там моментально, как бы, тогда цифры эти увеличиваются. Вот, и мы для того, чтобы узнать, а сколько их точно, затеяли перепись. То есть, наш первый проект в 2014 году, крупный, который мы делали, назывался «Всероссийская перепись слепоглухих», потому что мы тыкнулись в министерство, у министерства такой статистики нет, потому что они в отдельную категорию не выделены. Вот, мы стали тогда, собственно говоря, искать методом такого снежного кома, то есть, мы сделали большую информационную кампанию, мы обратились в общество слепых, в общество глухих, мы отправили людей в поля, и они начали нам вот эту вот информацию собирать. И, ну, как бы, до сих пор это, типа, перепись идет, то есть, мы, то есть, это такой непрерывный процесс. Мы посмотрели на опыт других стран, там вот этот процесс постоянного поиска, он такой же в Америке, и в Англии, и в Германии, и в Японии, и везде, да? Вот, то есть, мы ищем, и если вдруг, вот сейчас, там, после нашей сегодняшней встречи, у вас вдруг возникнет в голове, что какой-нибудь ваш сосед полуглухой дедушка еще и плохо видит, то есть прямой смысл попросить его или его родственников позвонить там нам на горячую линию или зайти на сайт вот слепоглухие.рф и, по крайней мере, заявить о себе, и потом, как бы, заполнив анкету, условно говоря, войти в нашу базу и начать получать помощь. Откуда берутся слепоглухие, да? То есть, вот эти вот 12-15 тысяч гипотетически, откуда они берутся? У нас сейчас в базе вот за три года мы нашли 3600 человек. Ну, мы нашли чуть побольше, но просто за счет того, что там многие люди пожилые, они, ну, физическая убыль, да, там, естественно, естественно идет. Вот, поэтому сейчас у нас в базе 3600 мы продолжаем искать. Значит, есть две основных тенденции в мире, откуда, как бы, вот идет рост, там, числа слепоглухих. Значит, первая тенденция, она заключается в том, что это недоношенные дети. Я не знаю, как бы, насколько вы там глубоко погружены в эту тематику недоношенных детей, но факт заключается в том, что значительная часть недоношенных детей рождаются с так называемыми множественными нарушениями развития. То есть, около третья детей, вот, особенно вот этих 500-граммовых, да, которых государство сейчас, там, и система здравоохранения научились вытягивать, значит, они рождаются с множественными нарушениями развития, в том числе с нарушениями слуха и зрения. Просто потому, что ребенок, который 500-граммовый родился, он настолько маленький, там, да, с ладошку, и у него, условно говоря, мозг еще представляет собой, там, если связи не сформировались нейронные, у него мозг представляет такой, как бы, кисель, вот, вот, и, в принципе, глазки у него не приспособлены к кислороду, то есть, когда он вылезает на свет, то, в принципе, кислород вреден для его сетчатки, потому что он ее обжигает просто. Вот, и очень часто, как бы, к сожалению, да, бывает такая история в перинатальных центрах, когда врач маме говорит, вот, вы знаете, там, типа, его класть в эту кислородную, значит, камеру или не класть, да, потому что, типа, если я его туда положу, он надышится кислородом, и, окей, у него не будет там ДЦП, да, но если я его туда не положу, в смысле, как бы, но, с другой стороны, там кислород ему обожжет глазки, поэтому он будет без ДЦП, но слепой, там, вот, выбирайте мамочка, вот, поэтому, значит, вот, поскольку в целом в стране и в мире растет количество недоношенных детей, то растет количество детей-инвалидов, и среди них вот те самые, как раз, слепоглухие, да, в том числе, дети с нарушением слуха и зрения, причем это дети, которые сильно отличаются от классических слепоглухих времен Загорского эксперимента, потому что это дети, у которых, помимо, как раз, вот, слуха, зрения, еще чего-то, у них там может быть и ДЦП, у них может быть там еще, как бы, синдром Дауна, у них, может быть, они могут быть там, значит, как бы на коляске, ну, миллион других, то есть, как бы, с букетом, да, то есть, если в Загорском эксперименте это были такие, как бы, дети с сохранным интеллектом, и у них было только периферическое поражение нервной системы, которое сказалось на зрении и на слухе, то сейчас это другие дети совсем, это для нас, как для, там, профессионалов, это вызов серьезный, потому что это совершенно новые тогда нужные педагогические методики, и вообще новый способ интеграции этих детей хоть какой-то в жизнь нашего общества. Вторая большая группа и вторая тенденция, которая России также касается, как и других, там, развитых стран, это пожилые люди, потому что после 60, после 65 лет наше тело вот настолько, условно говоря, там, дряхлеет, да, пока еще там не научились, вот мозг там в новое тело пересаживать, да, вот, а тело у нас не молодеет, и в этом смысле, как бы, довольно большое количество пожилых людей, у которых с силы возраста начинаются нарушения одновременно слуха и зрения. И по нашей базе, вот у нас в базе, там, примерно половина, это как раз вот люди старше 60 лет, которые, к сожалению, от этого всего страдают. Плюс это усугубляется, как бы, нашими вредными привычками, да, потому что там гаджеты ломают наши глаза, и сейчас, в принципе, все там офтальмологи бьют тревогу по поводу того, что там резко увеличится количество слепых и слабовидящих людей, там, к 2035 году, да. Значит, плюс, как бы, наушники ломают наш слух с вами, вот, и, как говорит одна моя хорошая знакомая, типа, там, вот сейчас, например, там было одно время модное влечение серфингом, да, там, все там с досками, там, что-то по волнам и так далее. При этом, говорит, там, половина серферов, они глухие, потому что, условно говоря, у них начинает зарастать ухо, да, это как бы реакция уха, там, на постоянные приливы, там, в морской воды, в ухо, да, оно начинает просто зарастать, и человек глохнет, там, через какое-то время. Вот, то есть, мы сами это все усугубляем, и, в принципе, как бы, вот, если посмотреть на мировые тенденции, то действительно большое количество, там, этого контингента, это люди, вот, пожилые, за счет того, что продолжительность жизни общая растет, а тело уже к этой продолжительности жизни не готово, да. Вот. Плюс есть такие вещи, как генетические заболевания, есть целый ряд генетических синдромов, которые ведут к появлению слепоглухоты. Ну, это, наверное, самый такой из них сильный, самый распространенный, это синдром Ушера, так называемый, когда человек рождается глухим, значит, и при этом, как бы, он, ну, через какое-то время приспосабливается к этому, что, типа, вот он инвалид, он глухой, и так далее, и так далее. А потом, где-то там, либо в подростковом возрасте, либо в возрасте около 30 лет, его накрывает слепота, да, то есть, причем накрывает резко, и очень быстро у него падает зрение, и он превращается в тотально слепоглухого человека, причем превращается в него, как сказать, неизбежно, то есть, поскольку это генетическое заболевание, ты ничего с этим не можешь поделать, то есть, никак не можешь остановить этот процесс. То есть, начинается все с куриной слепоты, с нарушения равновесия, с того, что человек там ходит шаркающей походкой, немножко как пьяный, и так далее, а заканчивается все тем, что у него постепенно сужаются поля зрения, и потом, как бы, все схлопывается. Вот. И, значит, это такой, как бы, очень противный ген, да, потому что он очень распространенный, то есть, как бы, да, и может получиться так, что живут себе там два абсолютно здоровых человека, ни сном, ни духом, но каждый из них является, условно говоря, носителем этой мутации, да, и, как бы, встретившись друг с другом, как бы, она кладывается, происходит мутация, и у них рождается ребенок с синдромом Ушера, да. Вот. И здесь главная задача, условно говоря, там, раннее выявление, там, да, и подготовка потом этого человека к тому, как ему жить дальше, да, чтобы он понимал, что через какое-то время, к сожалению, неизбежно наступит там момент, когда он перестанет видеть, и он должен быть к этому готов, он должен научиться ориентироваться в пространстве, не знаю, выучить Брайль, там, еще какие-то вещи и так далее, и так далее. Это такая тоже, как бы, очень трогающая, задушившая история, я просто вспоминаю, вот у нас в прошлом году была зимняя школа, и мальчик приезжал, ему там, 20 лет, значит, из Питера, хороший парень, симпатичный такой, просто там девчонки вокруг него вьются и так далее, он глухой уже, у него два слуховых аппарата, вот, и у него постепенно падает зрение, и он знает, что у него синдром Ушера, да, то есть пока еще он там видит дверные проемы, пока еще, значит, он там может как-то там ориентироваться, один глаз у него видит лучше, чем другой, вот, но он понимает, что неизбежно, и он там приехал, когда на зимнюю школу, он говорит, ребят, вот у меня-то, я знаю, что у меня синдром Ушера, если меня вот не накрыло в подростковом возрасте, то когда у меня следующий порог, то есть, когда это случится, ну, и там наши, значит, коллеги там посовещались и говорят, ну, где-то ориентировочно, если тебе сейчас там 20-21, то, значит, там, условно говоря, в 30 лет, ну, максимум там в 31 это произойдет, потому что вот есть там статистика, да, мировая, и он говорит, ну, хорошо, тогда вот я себя буду готовить к тому, что вот мне надо сейчас 10 лет прожить активно, а потом покончить жизнь самоубийством, ну, мы так немножко, значит, от этого обалдели, потому что, в принципе, как бы никто не ожидал такого подхода от достаточно молодого, красивого там и жизнерадостного человека, вот, и фактически девчонки у нас там все 10 дней этой зимней школы занимались тем, что вытягивали его из вот этого депрессивного состояния, да, то есть он общался со своими сверстниками, он там пообщался с одним парнем у нас, который там в университет поступил слепоглухой, там недавно там как бы на юриста учится и так далее, и он за счет вот этого общения он ожил, то есть он концу летней школы сказал, ну, ладно, что-то я погорячился насчет самоубийства, наверное, я пойду сейчас дальше продолжать изучать свои компьютерные технологии, вот, и может быть там еще какую-нибудь профессию себе освою, чтобы там, когда буду слепой, значит, там типа массаж или что-то такое, да, вот, типа мне это интересно, я понял, что глядя на других, что на самом деле там он на Суворова посмотрел и так далее, что можно жить и так, и жить вполне себе как бы полноценной жизнью, просто надо не бороться там, да, и не опускать лапки, вот, и, собственно, как бы вот эта генетическая часть, и еще была часть инфекционная, да, то есть особенно сейчас это в развивающихся странах, в России меньше, хотя у нас сейчас идет этот тренд на то, что там давайте детей не прививать, да, поэтому как бы есть шанс на возобновление, значит, и краснуха, и другие инфменингиты, другие там инфекционные заболевания, вот, значит, плюс есть группа слепоглухих, слепоглухих, которые в силу там бытовых причин или каких-то там военных конфликтов, травм и так далее стали такими. Ну вот один из примеров, опять же, там вот у нас там в Дагестане был товарищ, он бывший сапер и в афганскую компанию, значит, и мина разорвалась в руках, и, соответственно, как бы он потерял, его контузило настолько, что, в общем, он потерял зрение и слух еще, ну вот, и превратился там в слепоглухого. Был случай, когда там, тогда вот в институте коррекционной педагогики нам коллеги рассказывали, к ним привезли парня молодого тоже офицера во время чеченской компании, значит, у которого руки оторвало, ну, практически, я так понимаю, что там выше локтя, да, то есть как бы тоже там какой-то был взрыв или что-то, у него обе руки оторвало, и, соответственно, он оглох и ослеп, и они долго думали над тем, а как с ним общаться, да, потому что слепоглухие, вот они обычно, если тотально слепоглухие, они общаются рука в руку, я вам потом это покажу, а как здесь с ним, когда у него даже там как бы рук нет, да, и они придумали с мамой, с его, систему коммуникации, когда они ему писали на спине печатные буквы, а он им голосом отвечал, то есть потому что у него сохранился голос, да, да, он не слышал, как он говорит, но голос у него сохранился, и он, как, поскольку он был взрослый человек, он помнил очертания, значит, печатных букв, и они ему писали на спине, а он голосом, соответственно, отвечал, поэтому есть, так сказать, разные экзотические формы общения со слепоглухими, в том числе и такие. Так, сейчас давайте тогда, сейчас посмотрим буквально две минутки ролик про то, чем мы занимаемся, а я потом просто более подробно расскажу, чтобы у вас там сначала базовое представление сложилось о нашей деятельности, а потом тогда чуть более подробно расскажу про нашу программу. В прошлом 100 лет, в Киеве будет рогаузный фонд соединения, почти все звуки в России, а от них около 3600, получаем за листом помощи, медицинские и юридические консультации, лекарства, необходимым для жизни технику, одежду, и безгодные карты сети X5. Перед стороны, в Киеве, 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 в Киеве. В Киеве в Киеве, в Киеве, в Киеве, в Киеве и в Киеве, в Киеве, в Киеве, в Киеве, в Киеве и в Киеве sm Voltch cinema, в Киеве, в Киеве. В Киеве, где люди выпадутся к следующим шагу, превратиться в подречняек с пассивным получением помощи в гражданских активистов и оologic их всех Всероссийского вашка. После пола перенемляд, сhui Фременцами, первого радара романнистрая кандидатного там, по 10 апл caso в Киеве, Прошли обучения были тысячи преподавателей. В планах предприятия учебника и онлайн-курса на его основе. Наши люди переводятся на иностранные языки и производят фронт. И остальные технологии в конце года будет задущим производство отечественного кахлярового имплана. Фонд по укладу производства сузового программа «Евро», отечественного маневского дисплея «Эльбарь» и смартфона без любых «Эльсмак» заработал онлайн-сотопиод «Спик-Ас». Собрал российский генетический материал у населенного грушка. Это позволит утешить диагностику и достать хроническим исследованиям по генетической террории. В России впервые приходят технологии в основном инфлантирование и фонд планирует усовершенствовать вирусную практику реабилитации слева глухих пациентов. Мы сделали очень много для того, чтобы жизнь с тем глухим в России стало проще. После того, как начинают действовать в Москве, работают в цифровождающих регионах. Мы активно не реагируем в новой России по формам. Развивается тихий дом. Испоминтальная альтернатива интернатора, которая сделает жительство других самостоятельной и свободной. И, конечно, финансово очень мощно для всех других людей. Мы просто были обеспечены всем необходимым, но и могли реализовать себя творчески. Наши друзей в детской школе откроют отделение по стране. Собретали приглашаемые в истории, а прикасаемые превращаются в международный проект. Мы будем знать. Все, что мы делаем, помогают людям лишенному способности и видеть и слышать в настоящем и пашистском жизни, наполненную яркими красками. Мы работаем комплексно, не ограничиваем себя только помощью слепо-глухим людям. Но стараемся, поскольку мы строим систему, работать и с родственниками их, с родителями, и просто родственниками взрослых людей. С специалистами, которые готовы оказывать им помощь. То есть это врачи, педагоги, психологи и так далее. И с технарями. То есть с теми, кто придумывает новые гаджеты, которые могли бы упростить жизнь слепо-глухих. То есть мы с разных сторон стараемся подойти. У нас есть в этом смысле несколько программ фонда. И каждый из этих программ один из этих аспектов закрывает. Ну, собственно говоря, там самая, наверное, такая простая и понятная программа. Это информирование и вовлечение. То есть смысл этой программы в том, чтобы как можно больше людей узнало о слепо-глухих. И, соответственно, поучаствовало в разных наших проектах. То есть мы, например, с Министерством образования запустили социальные уроки в школах. И как бы там, ну, как бы урок мира там, да, на 1 сентября. Там есть такая у них проект уроки доброты. И мы как бы договорились и, в принципе, в разных школах по стране провели такие уроки о том, как бы, ну, для детей разного возраста. О том, что такое слепо-глухие и как с ними общаться и так далее, и так далее. Вот, мы снимаем документальные фильмы, как бы у нас есть театральный проект и так далее. То есть мы, как бы, по разным направлениям пытаемся донести до людей информацию о том, что вот есть такая категория, которая нуждается в том, чтобы выйти из обвения и в том, чтобы люди начали им помогать. Значит, ну, вот недавно там компания социальной рекламы запустили. Может быть, кто-то видел случайно там на остановке или там такие билборды висели там с коротким номером 8, 9, 10, по которому можно отправить смс-ку там и, соответственно, нам помочь как-то. Вот, значит, вторая программа, большая программа, программа регионального развития. Значит, она основана на том, чтобы весь опыт, который мы вот наработали в Москве в виде пилотных проектов, распространить в регионы. У нас сегодня действует по стране, значит, несколько десятков досуговых центров. Значит, мы покрываем 24 регионов, да, 47 досуговых центров, значит, которые, в принципе, являются такими клубами общения. Вот мы с вами говорили, что важно человеку вытащить из четырех стен. Вот досуговый центр – это такая площадка, куда они могут прийти один раз в месяц, два раза в месяц, три раза в месяц. И, условно говоря, помните, как вот мистер Пиквик у Диккенса ходил там в клуб, чайный клуб у них был, да, они садились, пили чай, там, ели печеньки и там разговаривали, да. Вот это примерно по этой же схеме работает. То есть, значит, как бы есть клуб общения, куда приходят слепоглухие и таким образом получают возможность для того, чтобы вырваться из своей вот этой изоляции, в которую природа там или общество их поместили. Причем для них это очень важно. Вот девушка, которая, например, у нас там, мы в Новосибирске, когда открыли клуб, там работаем с НКО, которая уже там, по-моему, 15 лет занимается работать со слепыми. И они говорят, ну, давайте вот мы возьмемся тоже за слепоглухих. Мы говорим, отлично. Ну, дали ей там план мероприятий примерный, да, там, как бы там методическую помощь оказали, там, финансами немножко подкинули, да, чтобы она, как бы, начала эти мероприятия проводить. И она говорит, я как там Маша-пионерка, значит, запланировала первое мероприятие, там, с чем мы сейчас будем заниматься, и тоем, и сеем, какую-то викторину, там, еще чего-то. А они, говорит, пришли, и два часа они просто разговаривали. И я, говорит, смотрю на это все, я чувствую, что просто прямо до слез. То есть, я смотрю, что люди не могут друг с другом наговориться, то есть, они пересаживаются, да, там, и они просто, я не говорю, не надо нам никаких там викторин, ничего, ты, конечно, молодец, что ты все запланировала, но мы хотели просто, нам надо было наговориться друг с другом. Вот они пили чай и просто говорили. Вот, значит, естественно, что, как бы, этим досуговая деятельность досуговых центров не ограничивается, то есть, они экскурсии им организуют и просто приглашают интересных людей там, да, вот, например, в Москве, это на Якиманке в Центре социального обслуживания они собираются, и периодически им очень важно, чтобы пришел какой-то свежий человек, да, и рассказал про что-то интересное. Ну, то есть, условно, я не знаю, там, вы занимаетесь тем, что вы клеите модельки кораблей, там, парусников, да, и можете про это интересно рассказать. Ну, то есть, как бы, это прекрасная лекция, потому что она расширяет кругозор там слепоглухих людей и позволяет им узнать о тех вещах, о которых, может быть, там, они в другой ситуации бы никогда не узнали, да. То есть, это не обязательно должно быть что-то там узкоспецифическое, я не знаю, там, юридическая помощь там или лекция о том, как получить какие-нибудь субсидии у государства или еще про что-то. Это может быть вполне себе лекция о хобби, да, и, как бы, с этим может справиться любой человек, потратив там час своего времени, придя и просто интересно рассказав о том, чем он так и так увлекается. Значит, второе там направление в рамках этой программы – это служба сопровождения. То есть, мы, фактически, вот в стране был тотальный дефицит людей, которые могли бы переводить и сопровождать слепоглухих, да, и мы сказали, хорошо, государство, ну, как бы, ты не в состоянии с этим справиться, давай мы подготовим этих людей, а, как бы, задача государства будет тогда увеличить количество часов сопровождения. Потому что сейчас по закону, если вы там посмотрите, есть постановление правительства, уже достаточно давно-давно-давно принятое, в котором написано, что глухому и слепоглухому человеку положено 40 часов сопровождения, тифло-сурдосопровождения, так называемого, в год. Ну, теперь, как бы, все грамотные люди, 40 разделили на 12, получилось там 3 с небольшим часа в месяц, то есть, вот на 3 часа в месяц он может рассчитывать на то, что кто-то возьмет его за руку и с ним куда-то выйдет из дома, грубо говоря, за деньги, которые там платит государство, да, доведет его в банк, доведет его в поликлинику, доведет его, там, я не знаю, к нотариусу или еще куда-то там, да, то есть, как бы, вот на 3 часа ты, слепоглухой, в месяц можешь выйти из дома. Все остальное время сиди, как бы, дома не высовывайся, потому что все равно помогать некому, и мы, когда там, я, по-моему, в Новгород, по-моему, приехали, нам говорят, слушайте, чего вы к нам пристали с этим сопровождением, у нас там на всю область 3 человека, которые владеют этой техникой, и, как бы, до свидос, они обслуживают там глухих в основном, там, им некогда, они на расхват. Вот, поэтому мы запустили программу подготовки, и, собственно говоря, там и волонтеров обучаем, и профессиональных сопровождающих обучаем, соцработников обучаем и так далее, и так далее. И сейчас уже, условно говоря, там несколько сотен человек обучены, и мы почти вот к концу года сейчас добьем там внутренний норматив, который мы себе поставили, что где-то там по, значит, одному человеку на 10 слепоглухих должно быть в каждом регионе, да, для того, чтобы, как бы, эта услуга работала, и, соответственно, как бы, чтобы были люди, которые готовы сопровождать и переводить. Плюс мы открыли в нескольких регионах свои службы сопровождения, мы сказали, ну, хорошо, государство, ты пока не хочешь этим заниматься, давайте мы за счет фонда будем давать людям эти часы, чтобы они на 3 часа могли в месяц выйти, а хотя бы там, ну, вот мы тотальникам даем 96 часов в год, а просто слепоглухим 72, в плюс к тем 40, которые им дает государство. Вот, то есть, что мы сделали так, что был принят профессиональный стандарт, тифлосурдопереводчик, и в стране появилась фактически новая профессия официально уже, потому что до этого были люди, но официально они не были признаны как вот, ну, профессия, да. Сейчас появился профессиональный стандарт, то есть это вот как бы профессия тифлосурдопереводчика. Также в рамках этой программы мы занимаемся помощью в трудоустройстве. То есть есть разные формы помощи в трудоустройстве. Понятно, что слепоглухие могут разные виды работы делать в зависимости от своего уровня подготовки, образования и так далее. У нас там было пара человек, которые сами выучили английский язык и работали онлайн переводчиками. То есть при том, что будучи слепоглухими. В Америке, когда мы были, например, там есть такой центр Хелен Келлер, который занимается слепоглухими уже 40 или 50 лет. Значит, они рассказывали историю, как к ним пришел слепоглухой на профориентацию и говорят, я хочу работать в похоронном бюро. Ну, они так обалдели немножко, говорят, что похоронное бюро, слепоглухой, что он будет делать, нажимать кнопку, чтобы Гро поехал в крематорию, в печку, что ли. Ну, то есть, как бы чего, непонятно. Он говорит, нет, вот я всю жизнь мечтал, как бы я что-то книжки читал там и так далее, мечтал работать в похоронном бюро. Вот. Они его взяли на профориентацию, они ему устроили, значит, как бы собеседование с там владельцами разных похоронных бюро, которые ему сказали, какие есть виды работ. Вот. Значит, потом они его отправили на стажировку, обучили, в итоге, значит, трудоустроили у него там в его штате, в каком-то там, значит, конторе по ритуальным услугам и так далее. То есть, как бы тут спектр очень большой, на самом деле, есть работа, которую он мог делать руками. В советское время они собирали там, не знаю, платы какие-то там для телевизоров, еще что-то такое там и так далее. Вот. Ну, понятно, что сейчас это делают там роботы и китайцы, и в принципе, как бы эта работа там с точки зрения инвалидов, она абсолютно не востребована, потому что дорого обходится их труд и так далее. Вот. Мы их трудоустраиваем, ну, как бы там, либо в ручном режиме отдельных людей там на какие-то там, условно говоря, вещи там, ну, допустим, массажистов там и так далее. Либо, значит, второй вариант, вот групповое трудоустройство такое, грубо говоря. У нас есть в Москве мастерская керамическая, которую мы поддерживаем, это творческое объединение круг. Они делают прекрасные пиалки какие-то там, посуду и так далее. То есть, как бы у них очень хорошо, поскольку пальцы чуткие, у них очень хорошо получается там лепить, а глухие там, значит, дорисовывают, соответственно, там, как бы дизайн там и так далее. Вот. Такую же мы открыли сейчас в Новосибирске. Мы сейчас планируем в Эфи открыть. И второе, как бы у нас есть направление, это они делают у нас свечи, значит, из натурального воска. То есть, они сидят, это, как бы, тоже достаточно простая операция. Они делают эти свечки и, соответственно, мы дальше их предлагаем в виде корпоративных сувениров компаниям, потому что на Новый год все равно все что-то дарят. Мы говорим, ну, хватит дарить уже календари, которые все равно все, так сказать, либо тещи на дачу отправляют там в туалет, да, либо там секретарша куда-то выбрасывает. Давайте, как бы, лучше купите что-нибудь полезное, да. И, собственно говоря, вот они делают эти наборы свечей, компания их покупает, мы их брендируем, люди получают зарплату. Значит, это вот программа, программа трудоустройства. Значит, плюс есть программы у нас там спортивные, которые мы тоже, как бы, развиваем спорт для поглухих. Там они и в шашки у нас играют, призерами там и национальных чемпионатов европейских. Вот, и, собственно говоря, там всякая скандинавская ходьба и так далее, и так далее. То есть им доступны самые разные виды спорта. Вот сейчас на роликах они катаются. В какой-то момент мы их поставили на горные лыжи вместе с программой «Лыжи мечты». Это тоже был такой вызов для нас, потому что к нам пришли коллеги из «Лыжи мечты» и говорят, вот типа там, а давайте попробуем, поэкспериментируем, поставим слепоглухих на горные лыжи. Мы говорим, слушайте, ну, в общем, где слепоглухие, да, а где горные лыжи? Я говорю, не, все получится, мы сейчас вам привезем уникального какого-то тренера там из Америки, и все будет очень круто. Но она приехала, такая, говорит, ну да, они через три дня у меня будут кататься. Мы говорим, да ладно. Она говорит, ну все, берите, да мне, говорит, разных возрастов подберите там и молодых, и, значит, там пожилых. И я их поставлю на лыжи. Вот. Мы, значит, отправили их в этот «Снежком», да, там в Красногорске. Вот. И действительно через три дня они катались. То есть их там научили движением, с ними рядом ехал инструктор, который, если что, там за руку или как-то там их корректировал. Вот. Плюс, наверное, им не страшно, потому что они не видят, куда они едут, да, то есть и плюс еще там ветер идет, какое-то там новое ощущение, снежок там и все прочее. Вот. То есть они были очень довольны. То есть и это реально как бы чувствуется, что они после этого становятся даже чуть другими людьми. То есть они начинают по-другому двигаться. А у них появляется внутренняя какая-то уверенность. То есть они даже начинают, ну, как бы общаться по-другому, вести себя по-другому и так далее. И вот мы сейчас там в разных регионах вместе с Лыжей Мечты готовим этих инструкторов по горным лыжам и по роликам, собственно говоря, вот на роликах они у нас тоже катаются. Вот. Некоторые там вот сейчас к триатлону готовятся, там Леша Горелов, там, собственно говоря, там вовсю для того, чтобы там пробежать чего-то и проплыть и так далее. Вот. То есть, в принципе, разные виды спорта им доступны. То есть, как бы вот в рамках этой программы мы пытаемся сделать так, чтобы в регионах началась жизнь для этих людей, для того, чтобы как бы разные аспекты их жизни там, как бы, были задействованы, было хорошо. Вторая большая, как бы третья, вернее, уже большая программа – это наука и образование. Здесь у нас акцент на педагогику. То есть, мы издаем книжки, мы проводим конференции, мы всячески пытаемся возродить ту научную школу, которая была в советское время, которая там, как бы, сейчас от нее остались, грубо говоря, рожки да ножки, и там буквально там по пальцам пересчитать количество специалистов, которые занимаются слепоглухими. У нас действительно сейчас начали уже появляться ребята молодые, которые начали писать какие-то работы научные на эту тему. Мы стали учить их там, в том числе английскому языку, чтобы они могли делать международные публикации. Мы оцифровали архив Соколянского-Мещерякова. Это тоже такая своеобразная история была. Значит, архив Соколянского лежал практически, сколько там, 20 с лишним лет, не разобранный в институте коррекционной педагогики. Ну, просто как бы он начал потихонечку даже растаскивать, то есть большие пыльные коробки. Значит, лежал и лежал. Его просто в свое время туда принесла жена Соколянского, а она была по совместительству с женой Макаренко еще, да, то есть, ну, как-то там они постоянно там менялись, вот, значит, и она принесла, говорит, я сразу за двоих принесу, вот, вам в институт коррекционной педагогики, вот, за Макаренко архив, и вот, говорит, за Соколянского. Ну, вот, он у них там лежал, там дневниковые записи всякие его и так далее, то есть, какие-то уникальные документы. И мы сказали, ну, это просто безобразие, потому что там это все сейчас истлеет, это все растащит по дачам или еще как-то, да, и оно, как бы, все это наследие пропадет, и ниточка прервется. И мы пошли, как бы, ну, как бы, договорились с ними, что они нам передадут архив, и мы его оцифровали и выложили у нас на сайте. И так же сделали с архивом Мещерякова, он лежал в другом институте, там он был в более упорядоченном виде, и там была другая, как бы, там, позиция, да, они сказали, а мы вам его не отдадим. А мы говорим, а почему? Они говорят, ну как, там же много очень неопубликованных всяких там материалов Александра Ивановича, и если вы сейчас, типа, выложите это в интернет, то все начнут сразу списывать, значит, туда, там, статьи, свои диссертации и так далее, все оттуда брать, вот, и, типа, это будет нехорошо. Мы говорим, слушайте, Александр Иванович уже, там, 40 лет как умер, если не больше, да, и ему абсолютно все равно, кто у него что будет списывать, поэтому давайте мы возьмем этот архив, также оцифруем, выложим, и пусть молодое поколение совершенно спокойно всем этим пользуется. В общем, в конце концов, там, после трех тортов и, там, количество букетов определенных этим бабушкам, мы их уговорили, и, в общем, там, как бы этот архив мы тоже оцифровали и выложили. Мы делаем летние школы, зимние школы, то есть мы по-всякому готовим вот этих вот молодых специалистов к тому, чтобы они могли работать со слепоглухими. Ну и книжки издаем, действительно, есть книжки такие сугубо научные, да, а есть книжки, скорее, там, научно-популярные или даже популярно-научные. Ну вот мы там какое-то время назад издали книжку, например, «Я живу, дневник слепоглухого человека». Она продается там даже, как бы там в онлайн-магазинах и так далее. Это такие дневники слепоглухих, написанные ими самими, и там достаточно такие мы постарались подобрать истории жизнеутверждающие. Сейчас модно там, да, про эмоциональный интеллект, вот как там сопереживать, как там друг с другом общаться и так далее. И вот мы постарались собрать те истории, которые показывают другим людям, как надо радоваться жизни, несмотря даже на тяжелые, так сказать, условия, в которые тебя поставила природа. То есть там есть несколько таких историй жалостливых, да, от которых там пускаешь слезу, но, в принципе, основная масса историй мы постарались подобрать, наоборот, таких жизнеутверждающих, скажем так. То есть они не простые, но они жизнеутверждающие. Значит, потом мы как бы издали книжку, которая называется «История одного эксперимента. Выход из темноты». Она как раз про загорские эксперименты. Вот эти вот уникальные материалы, которые мы оцифровали, мы частично как бы их фактически в публичное поле выбросили. Она интересна для родителей, в том числе обычных детей, потому что, в общем, как говорят наши дефектологи, коллеги, если вы справились со слепоглухим ребенком, то с обычным вы справитесь вообще просто на раз. И говорят, надо всех студентов в педагогических вузах в обязательном порядке водить на практику, для того, чтобы они со слепоглухими хоть чуть-чуть пообщались, чтобы потом понимали, как им повезло с детьми в обычных школах. Вот. И есть книжка «Россия глазами слепоглухих», вот только в этом году вышла. Это такие очерки географические о путешествиях. То есть слепоглухие пишут о тех местах, где они родились, или которые они посетили, и о своих впечатлениях. То есть мы с вами можем посмотреть и написать впечатление, там типа вот зрительное какое-то. Они пишут о впечатлениях, которые они получили от поездки, значит, там как бы, ну, от этого места. И это как бы немножко взгляд из другого мира, да, потому что, в общем, он не похож на наш с вами взгляд по поводу того или иного города, того или иного региона нашей страны. Вот. То есть как бы этот процесс, процесс книгоиздания тоже постоянно идет. Программа там в рамках науки и образования мы еще занимаемся технологиями. Это, наверное, тоже как бы для вас, может быть, интересная история, потому что, в принципе, работа с изобретателями, она такой как бы очень, мы считаем, перспективное направление. Потому что сегодня техника шагнула настолько далеко вперед, что, в принципе, человеку можно и зрение вернуть в какой-то форме, да, и слух можно вернуть в какой-то форме. И самое главное сделать кучу приспособлений, которые позволят ему легче общаться с этим миром, легче интегрироваться в нашу жизнь. Ну, есть вот там показывали брайлевские дисплеи, да, то есть это такая специальная коробочка, которая через Bluetooth подсоединяется, соответственно, к планшету, к компьютеру или там к телефону, или же по проводам. Вот. И дальше обычный текст с экрана переводят в брайлевский, и человек может читать, значит, пальцами, там есть такая строчка, ну, и, соответственно, штифты, да, они вылезают, собственно говоря, он по брайлю читает, они его в пальчики там колют, он читает по брайлю. Да, с компьютера передается туда и конвертируется в брайль. И наоборот, он пишет по брайлю, а там получается обычный текст. Понятно, что это устройство, оно как бы такое революционное, в том плане, что оно моментально тебе дает совершенно качественные иные возможности с точки зрения учебы, трудоустройства, вообще всего, да, и там общение со всем интернетом, грубо говоря, да, с миллионами людей одновременно. То есть тут ты сидел там, никому было не нужно в четырех стенах, а тут ты можешь выйти в социальные сети и начать там с людьми общаться. Брайльский дисплей очень дорогой, вот я не знаю, там можно с вами поиграть в игру угадайка, да, и спросить, вот сколько на ваш взгляд может стоить брайльский дисплей, самый маленький, где строчек на 14 символов, и, соответственно, вот 14 букв прочитал, сбросил, стал дальше считать. Нет, это много, чуть-чуть поменьше. 150. Да, вот почти 120, где-то порядка 120 тысяч он стоит там, там от 95, по-моему, до 120 там, да, в зависимости от производителя. Значит, это маленький, маленький, это на 14, это фактически такой портативный, который ты к поясу пристегнул и пошел, значит, им пользоваться. Органайзер брайльский, то есть такой, как ноутбук для слепых глухих, в котором уже программа встроена, и который, в принципе, там может с интернетом там связываться и так далее, он стоит порядка 450 тысяч, вот. И в этом смысле там у нас есть такой гаджетоман слепоглухой, Сережа Флейтин, он там сам разбирается очень хорошо во всех этих вещах и других слепоглухих. Никто не знает, когда я пойду по улице, что на мне навешаны техники на миллион рублей, да, потому что у него там слуховой аппарат, у него висит усилитель звука, значит, это петля там для слухового аппарата, у него висит брайльский дисплей, у него, значит, мобильник, у него часы сбрали с кем этой клавиатурой и так далее, и так далее, он говорит, ну, типа такой ходячий сейф, да, ну, то есть как бы подойди ко мне сзади, тюкни по голове, чисто теоретически можешь сразу получить там миллион рублей, да, со всеми вот этими гаджетами, которые у меня есть. Вот, и мы подумали, что поскольку, как бы, там вопрос того, что, в общем, как бы еще курс тогда скакнул валютный и так далее, да, что надо что-то думать, как бы свое что-то развивать. И мы постепенно, как бы, стали искать тех людей, которые могли бы делать все то же самое только здесь. Вот, и, в общем, так появился там Эльбрайль и Эльсмарт. Эльбрайль – это вот такой органайзер брайлевский, который наши стали делать, там, элита групп. Эльсмарт – это телефон, специальный смартфон, там, для слепых и слепоглухих и так далее. И, в принципе, они хорошие, и у них уже есть там, в том числе на экспорт, они это все продают там и так далее. Вот, плюс разные другие коммуникационные средства. Вот сейчас там у нас несколько проектов есть по созданию перчатки, например, да, коммуникационный, когда там специальные электрические импульсы идут там, ну, там, либо код лорма есть такой, да, там, каждая точка на вашей ладони обозначает определенную букву, и, соответственно, импульсы идут в эту точку, можно общаться. А есть экран для вывода, там, и для, там, как бы, соответственно, вы берете телефон, пишете условно говоря, да, человек приходит сюда, смс-ка, он в руку, там, по перчатке читает. Вот, значит, там есть, там, сейчас с Азбук и Морзе мы экспериментируем, там, то есть, как бы, тоже там по вибрации, точка-тире, тоже можно как-то там коммуницировать и так далее. То есть есть разные, разные варианты в этом направлении работы. Второе направление – это бытовые всякие приборы, да, потому что слепоглухому, например, там, может быть, нужен специальный тонометр, там, или термометр, да, с вибровыходом, там, со звуковым выходом, который озвучивает одновременно температуру, еще там, как бы, там, какие-то вибрации передают это все на бралейский дисплей и так далее, и так далее. Трости можно там бесконечно с тростью экспериментировать, потому что, как бы, трость вот эта белая, на нее можно делать насадки, значит, сонары, которые там смотрят препятствия на уровне головы, там, как бы, и так далее, а не только внизу. Значит, можно делать эту трость коротенькую вообще, как бы, не, которой не надо будет вот так водить, а можно вот так держать в руке, и она будет вибрировать, когда вы подходите близко к препятствию, вот, и в помещениях ей очень удобно пользоваться, и так далее, и так далее. Вот. Плюс есть тема генетики и тема высоких технологий. Значит, по генетике, вот синдром Мушера, да, мы столкнулись с тем, что, ну, не лечится, что делать? А мир, вроде как, идет вперед, и генетическая терапия, и что-то Криспрод, да, и так далее, то есть все там учатся вставлять куда-то, там, модифицировать и все прочее. И мы поняли, что, в принципе, смотрели, что есть в мире, и поняли, что надо запустить процесс, там, сбора, во-первых, российской базы, как сказать, типологии, грубо говоря, да, синдрома Мушера, то есть мы сейчас собрали вот эту вот базу материала генетического по российскому виду синдрома Мушера. И это должно, по идее, удешевить технологию диагностики, да, потому что, как бы раньше для того, чтобы там понять, есть у человека синдром Мушера или нет, нужно было генетический материал, значит, прогонять по там по нескольким тысячам, значит, мутаций, и плюс еще сравнивать его там с зарубежными, там, в Испанию или куда-то они возили, и сравнивать это с их там образцами для того, чтобы понять, есть мутация или нет. Сейчас, когда мы сделали свою базу, и вот сейчас ребята там дописывают, значит, вот это вот российские особенности, ты можешь прогонять не на тысячи мутаций, а, условно говоря, там на 15, да, допустим, и условно там тогда сразу удешевляется процесс диагностики, да, и вот этого там генетического скрининга. Дальше из этого ты можешь создать лекарство, сейчас как бы мы спланируем этим заниматься, это генетическая терапия. То есть в мире уже идут эксперименты, когда, грубо говоря, человеку делают укол в глаз, сажают туда вирус такой, есть там АДВ-вирус, значит, и он как ракетоноситель работает, то есть на него вешают правильную последовательность генов, делают укол, он как бы начинает там процесс, это самое изменение состава, и, условно говоря, мутацию меняет, и как бы человек начинает видеть. Они, в принципе, эти эксперименты уже начали на людях, мышки, кошки и овцы уже прозрели таким образом, вот, более того, сейчас там ищут уже другой вид вируса, который, значит, может нести на себе больше генетической информации и так далее, но это просто как бы новые совершенно потрясающие возможности, потому что с этим лекарством там через 3-5 лет можно будет помочь людям с синдромом Мушера, да, то есть можно будет эту мутацию остановить и, условно говоря, изменить, и человек сможет не потерять зрение. Вот, второй момент – это оптогенетика, модная сейчас тоже тема, такая технология даже не завтра, а послезавтра, значит, когда вы не просто мутацию меняете, когда вы также делаете укол в глаз, и, соответственно, как бы начинает вырабатываться белок, который реагирует на свет, да, и, условно говоря, у вас сетчатка начинает работать, да, потому что, как бы там есть белок, который реагирует на свет, ну, это вот если на пальце совсем объяснять. Вот, значит, оптогенетика тоже развивается, мы сейчас там сделали там вместе с разными институтами Академии наук такой консорциум, и, в принципе, поскольку в мире эта технология на старте, мы рассчитываем на то, что можем там за несколько лет, ну, как бы в каком-то смысле там даже уже догонять не надо, а просто параллельно двигаться со всем миром в этом направлении. И импланты, да, вот есть кохлеарный имплант, ставят людям блямбы сюда, ставят им на улиточку, значит, электроды, и, соответственно, человек начинает слышать чего-то, да. Дальше, как бы там понятно, что его нужно научить этим пользоваться, понятно, что, как бы мы здесь используем свойства пластичности мозга и нашей способности обучаться всему, чему хочешь, да, вот, но, как бы это работает, работает уже несколько десятков лет, операции эти государства делают за свой счет, для человека это бесплатно, и, в принципе, как бы там проблем с этим нет, то есть, как бы, кохлеарную имплантацию сейчас освоили, ставят детям, взрослым там и так далее. У нас слепоглухой был 63 года ему, и он оглох, да, вот он, как бы был слепой, но, по крайней мере, там одно ухо у него слышало, а тут только у него что-то случилось там в жизни, и он оглох на это ухо. И он был в шоке, потому что, в общем, он был такой достаточно создательный человек, маме уже 80 или 85 лет, вот, и, значит, он как-то так раз, говорит, все, блин, я тотальный, что мне делать, и вообще как-то я не понимаю, как мне теперь жить. И мы его отправили, у нас есть там услуга такая, консультационно-диагностический центр, мы работаем с разными клиниками, они делают диагностику и смотрят, может, человеку помочь или нет. Отправили его туда, посмотрели, говорят, ну, вам можно поставить кохлеарный имплант. Он говорит, да ладно, что три года, типа, кохлеарный имплант, куда он мне там, это детям ставят обычно, а я тут уже старый, так сказать, перец, у меня, значит, имплант. Они ему поставили имплант, короче говоря, он сейчас прошел все эти курсы реабилитации, он обратно вернулся к нормальной жизни, он собирается жениться третий раз, как бы у него все, жизнь наладилась, благодаря тому, что, в общем, у него вернулся вслух. Вот, и сейчас такая же история вот с глазными имплантами, то есть в мире появилась технология, которая позволяет человеку вернуть зрение. Да, то есть специальные электроды ставятся там на сетчатку глаза, и, соответственно, как бы человек начинает видеть. Да, не так, как мы с вами, да, он видит очертания, да, он видит геометрические фигурки, да, он видит как бы там черное, белое, там контрастное и так далее, вот, но, по крайней мере, он может ориентироваться в пространстве, и если натренировать его мозг, то, в принципе, он может даже при необходимости считать крупные буквы, да, то есть как бы наш мозг может адаптироваться, весь этот шум, который ему идет в глаз, значит, через эти электроды, значит, расшифровывать и понимать, что это там как бы крупные буквы или какие-то объекты и так далее. Мы эту технологию сейчас привезли, сделали первую операцию человеку, и, соответственно, как бы дальше, вот сейчас с государством разговаривали на эту тему, оно вроде как откликнулось, постепенно как бы сделать так, чтобы эту операцию делал так же государство, как вот с кахлеарной имплантацией. Да, она сейчас дорогая, потому что это устройство, имплант, который мы привезли, оно стоит 140 тысяч долларов. Это сумасшедшие деньги, и все это происходит ровно потому, что как бы нет конкуренции, да, потому что в мире есть 3-4 проекта по глазному импланту, мы взяли тот, у которого самая долгая история успешного применения, да, то есть они уже там 5 лет ставят этот Аргус-2, больше 300 операций в мире сделано, значит, люди, в принципе, как бы там у них он нержавеет, условно говоря, там и хорошо, хорошо работает и так далее, но понятно, что там только 60 электродов и так далее. Но при этом есть второй проект немецкий, например, где там не 60 электродов, а полторы тысячи электродов, и вроде как получается картинка более детальная, да, вот, но немецкий проект плох тем, что он окисляется, и как бы у них уже было несколько случаев, когда у человека этот железячек, который мы вставили в глаз, они окислялись, ну, как бы это нехорошо, да. Есть израильский проект, который они пытаются вообще сделать, какого-то киборга, то есть они пытаются в глаз воткнуть все, то есть и камеру сразу, и устройство, которое интерпретируют, и электроды, которые передают, да, вот, значит, мы побоялись с ними, так сказать, вступать в этот эксперимент, вот, хотим дождаться там, пока у них немножко там технологии, это будет усовершенствовано, и как бы будет понятно, что у них есть какой-то тоже опыт практического применения. Но тем не менее, вот сейчас, когда пойдет конкуренция, так же вот с кахлеарным апплантом, начиналось, был один производитель, была заоблачная цена. Сейчас там, соответственно, государство покупает за миллион рублей, стоит под ключ и операция, и устройство, и так далее, в принципе, для государства это посильная абсолютно история, потому что есть уже пять производителей, плюс мы там пытаемся сейчас наладить, и к концу года запустится линия производства отечественного кахлеарного импланта, то есть как бы цена, это все работает на снижение цены. Вот, сейчас интересная тема, кортикальные импланты так называемые, это когда вам не нужен глаз, вообще человеческий, ничего не нужно, то есть вам электроды ставят прямо в кору головного мозга, в тот отдел, который отвечает за зрение, и вам информация, картинка идет напрямую в мозг, то есть как бы если вот бионический глаз, который мы ставим, там нужен живой зрительный нерв, потому что через нерв идет информация в мозг, и так далее, да, то здесь, когда в мозг фигачат, то как бы вообще не нужно. Информация идет с камеры, но электроды прямо в мозг идут, камеры на очках. Ну, сейчас вот давайте покажем просто вот этот про бионический глаз ролик, сейчас, 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 сейчас увидите, да, сейчас увидите просто, как работает бионический глаз, вот, а надо его сдвинуть как-то там, вот, вон, что он делает? Картинки не высвечиваются? Ну, давайте, значит, смысл в чем? Давайте, значит, у человека есть очки, значит, на очках стоит камера, камера, ну, не хочет, камера, значит, камера принимает сигнал из внешнего мира, по проводу передает, вот здесь на поясе у него висит такой приемничек, грубо говоря, процессор, компьютер, который это вот изображение разделяет, ну, совсем, если грубо говорить, на 60 полосочек, да, потому что 60 электродов на 60 полосочек. Оно возвращается обратно, вот в таком виде 60 полосочек, возвращается обратно сюда к очкам, здесь стоит, как бы, передающее устройство, такая блямба на очках, она передает это все на блямбочку в глазу, то есть на глаз надет такой, как обруч, и на нем есть маленькая блямбочка, это принимающее устройство, и они беспроводным образом, практически, блин, Wi-Fi, да, то есть, как бы, из очков, без проводов, передает ему на эту блямбу, которая у нее есть в глазу, вот. Да, 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 и, соответственно, дальше, как бы, с этой блямбы он передается, там такая есть маленькая электродная решетка, которая непосредственно на сетчатку глаза ставится, и ретинальный имплант, ну, типа нашего, Аргуса-2, это 50 тысяч человек, 50 тысяч человек, у которых есть проблемы с сетчаткой, у которых живой зрительный нерв, который старше 25 лет, потому что до 25 лет у ребенка растет глазик, там, и так далее, и так далее, да, то есть, как бы, их мало, когда вы ставите сюда, то у вас сразу вам не нужен глаз, то есть у вас глаз может быть в любом состоянии, то есть вы любого, фактически, слепого человека, по идее, можете научить видеть заново, да, то есть, как бы, и это, соответственно, технология, которая будет дешевле, за счет массового применения, эта технология, как бы, лучше, в том смысле, что она помогает большему количеству людей, и так далее, и так далее. Что вы делаете там? Нет, а вы что, у вас есть он, да? Ну, хорошо. Ну, вот, значит, то есть, это технология, которая, вот, как бы, сделает революцию. И, в принципе, опять же, это вопрос там, ну, условно говоря, вот они сейчас там поэкспериментируют, да, понятно, что все, не все идет гладко, но, грубо говоря, я думаю, что лет через пять, если не раньше, они начнут вот это вот применение, а условно говоря, через 10 лет она будет ровно, ну, почти такая же, как технология коклеарной имплантации, да? Потому что рынок этот развивается очень быстро. Можете? Ну, запустите, что вы там давайте. Вот очки, там камера, вот эта блямба большая как раз, и с нее идет сигнал. Вот, а на глазу принимает и идет на электроды. Да, в России, да, мы сделали просто, мы ее привезли фактически в Россию. В России, да, в России, да, в России, да, а Григорий фокусник просто, у него хобби фокусы, если поглухого показывать Субтитры создавал DimaTorzok Вот, и, значит, не менее такая, наверное, тема интересная, творческая, да, поскольку мы, как бы, активно вовлечены, помимо технологий, значит, всяких разных подготовки педагогов там и все прочее, у нас еще большая творческая составляющая, ну, потому что, как бы, люди пожилые, и для многих из них, конечно, вопрос там трудоустройства не настолько актуален, а вот самореализация какой-то очень важна, и мы через творчество, то есть они у нас там технику живописи УСИ насваивают, там, китайскую, когда, в принципе, любой человек, который вообще не работает, не умеет рисовать и слепой, и так далее, может научиться рисовать, там, они рисуют картины, вот, значит, у нас там, как бы, разные есть другие всякие, там, для них мастер-склассы творческие, ну, и, конечно, большой проект, это наш театральный проект, значит, у нас есть несколько спектаклей, все-таки у нас спектакли прикасаемые, и театра наций, у нас Евгений Миронов, он входит просто в Печительский совет фонда, и вот на первом самом заседании Печительского совета, он так сидел, вот это все слушал, там, сколько слепоглухих, что это за люди, там, чем они живут, и так далее, и в какой-то момент говорят, типа, ну, вот, ребят, я вот не хочу быть свадебным генералом, да, вот, скажите мне, чем я могу помочь, а давайте мы попробуем что-то сделать театральное с этим, да, попробовать задействовать, как бы, вот, я в театре всю жизнь, да, там, как бы, как я могу помочь вам, да, задействовать театр. А я рассказывал про израильский опыт, в Израиле есть театр на Лагаат, если вот кто-то был в Тель-Авиве, там, вот, в Яфе, да, Наташа, Яфе, он ближе, ну, да, в Яфе, значит, это самое, в Тель-Авиве, есть театр, там, центр на Лагаат, значит, они его создали, там, несколько актеров, слепоглухих, играют спектакли, может, там, интернете набрать на Лагаат и так далее, у них там самый известный спектакль, не хлебом единым, называется, Not by Bread Alone, и смысл в том, что они маленькие мизансцены играют из своей жизни и одновременно пекут хлеб, то есть они все действуют, значит, вот они там тесто месят, хлеб, значит, лепят эти булочки, потом все это ставят, значит, в печку, и в конце спектакля там идет запах свежего хлеба по всему залу, значит, они достают это все, и зрители могут выйти на сцену, значит, преломить этот хлеб с ними, съесть его, пообщаться, сказать спасибо артистам и так далее, и так далее, в принципе, с успехом гастролировало по миру, сколько там миллионов человек это все посмотрели, и так далее, и так далее, вот, я говорю Мирону, ну, вот, можем что-то такое, он говорит, нет, надо нам сделать что-то свое, и надо, как бы, пойти дальше, да, потому что там на Лагаат, это, ну, как сказать, при всем хорошем раскладе, это такая все-таки резервация, да, то есть трупы слепоглухих, зрячие слышащие где-то там на подхвате, вот, и мы, говорит, давай, мы же как профессионал, да, попробуем сделать так, чтобы они на равных играли со зрелищие слышащими, и так появился проект прикасаемые, когда на основе дневников слепоглухих людей написали пьесу, и, условно говоря, там сделали ее для театра, мы сделали специальные декорации, значит, мы долго репетировали, чтобы слепоглухой мог себя уверенно чувствовать в этом театральном пространстве, вот, в итоге, значит, там есть всякие разные прибамбасики небольшие, да, там, например, сцена, она состоит из разных покрытий, и когда слепоглухой человек идет, то он ногой чувствует, в какой части сцены он находится, то есть, условно говоря, если он чувствует ногой, что он там на травке, значит, он в этой части сцены, а если там на плиточке, то в этой части сцены, у нас там висят такие большие красные трубы, значит, и через них были подключены ром машины, и по запаху слепоглухой мог понять, что идет смена действия, ну, то есть, типа, там, запахло яблочком, значит, я должен встать, пойти и начать играть в мячик, запахло, не знаю, бананчиком, я должен пойти сесть на стул и что-то там делать, и так далее, вот, и, в принципе, сложился такой спектакль, ну, уникальный по многим меркам, мы сейчас этот опыт передаем, вот, вы там видели в ролике, действительно, у нас в Лондоне будут гастроли 14 октября, в ноябре будут в Париже, собственно говоря, мы сделали международную версию прикасаемых, сейчас интегрировали туда французов и английских, французских и английских слепоглухих, да, потому что для них это новый опыт, им было интересно, а как у нас так получилось, что у нас люди бегают по сцене, что у нас люди играют в мячик, что у нас люди, как бы, там, значит, совершенно свободно себя чувствуют, и ты вообще в какой-то момент забываешь, кто из них слепоглухой, а кто не слепоглухой на этой сцене, да, вот, но мы, опять же, на этом не остановились, потому что мы сказали, ну, ладно, что там, вот они сыграли свою жизнь, свою жизнь сыграет каждый дурак, а давайте замахнемся на классику, да, какой-то, на Вильяма нашего Шекспира, и мы сделали тоже такой эксперимент и поставили три спектакля классических, это «Женитьба» по Гоголю, это «Чайка» по Чехову и «Кармен». Вот, и каждый спектакль получился, взяли там, как бы, с театральными вузами, да, там, соответственно, как бы, Щукинское училище, школа-студия МХАТ и ГИТИС, значит, каждый свое сделал. Вот, «Чайка» получилась классика, такая, прям, вот, хоть в малом театре ее показывай, очень смешной спектакль, ты вообще, говорю, там, как бы, там все люди с разными возможностями, как мы говорим, они идеально вписались туда, вот, и получился очень хороший, как бы, комедийный, комедийный спектакль, да, который ты приходишь, смотришь, просто получаешь удовольствие от Гоголя, да, и от игры актеров. Значит, «Чайка» такая для продвинутых, ну, она такая в стиле вот современного театра, такая вот немножко авангардистская и так далее получилась, и, соответственно, «Кармен» очень живое представление на 40 минут, мы его предлагаем компаниям для корпоративов и так далее, значит, там, типа, не обременительно, 40 минут танца, музыки, движений, и, опять же, ты совершенно не понимаешь, кто там инвалид, кто не инвалид. Мы когда показывали это первый раз в Питере на международном, вот там, культурный форум проходит, да, и там приехал международный жюри, они все это смотрят, смотрят и говорят, а что вы нас дурите, вот вы там рассказываете, инклюзивный спецтеатр у вас, а где у вас инклюзия, где у вас инвалиды? Мы говорим, ну, вот, колясочник, ну, говорит, колясочник, ладно, мы поняли, а остальные? Мы говорим, ну, вот, слушайте, вот там двое ребят, у них ДЦП, у одного еще синдром Дауна, значит, а Леша Горелов, который главную роль играет, он вообще слепо глухой, они говорят, да ладно, он говорит, там у вас и дерется на сцене на палках, и, значит, там бегает и танцует, еще что-то делает. Мы говорим, ну, вот, Леша как раз, вот, он, во-первых, ничего не слышит, совершенно вообще как бы ноль просто там, вот, и, соответственно, как бы зрение у него вот то самое подводной лодки, то есть у него очень узенькая осталась полосочка зрения, и, условно говоря, просто за счет того, что мы на сцене правильно расставляем свет, он может вот как подводная лодка наводиться и понимать, куда ему двигаться и там, что ему делать, ну, то есть зрения у него практически тоже, тоже нету, вот, так что вот есть, есть, есть такие варианты. Сейчас это все как бы развелось, дальше пошло, у нас открываются инклюзивные театральные школы в регионах, то есть мы там в регионы это все доносим, с региональными театрами начинаем работать, и, значит, делаем сейчас новый спектакль, живые картины, тоже какую-то бомбу обещают там, то есть как бы там есть такой Александр Петров, мультипликатор оскароносный, да, вот он согласился сделать декорации, и там какая-то вот, сейчас там ребята, которые этим занимаются, говорят, что там будет просто сумасшедшая какая-то концепция, то есть как бы такого еще не было, да, то есть там мультипликация будет переходить в действие на сцене, обратно, значит, и при этом это все будут играть слепоглухие вместе с профессиональными артистами, вот, то есть, и это должна быть очень крутая история, я надеюсь, что вот мы там премьеру, соответственно, где-то в ноябре покажем на культурном форуме в Питере, и после этого в Москве, наверное, в декабре постараемся показать, собственно говоря, этот спектакль тоже. Чтобы, так сказать, завершить каким-то практическим навыком, да, значит, есть разные способы общения со слепоглухими, вот мы с вами говорили про то, что там кому-то на спине пишут и так далее, вот мы в рамках нашей переписи каждому слепоглухому даем вот такую карточку-алфавитку, да, здесь с одной стороны рельефные такие буквы, плоскопечатный так называемый шрифт, а с этой стороны буквы обычные, но брайлевские точечки, да, и, соответственно, как бы имея такую штуку, он кладет в семинар какой-то самый вот простой ТСР, техническое средство реабилитации, которое можно придумать, то есть он, вы его пальцем водите, и он понимает, соответственно, как бы там, что вы ему хотите сказать, а может вам там отвечать голосом и так далее, вот, но помимо, значит, алфавитки, есть другие способы общения со слепоглухими, их очень много, самый такой, наверное, простой и доступный всем способ, он называется дермография, то есть как бы там письмо на коже, да, дермокожа, график писать, значит, дермография, когда на ладони, на спине, на руке и так далее, вы пишете печатные буквы обычные, и человек, соответственно, имеет возможность вам отвечать голосом, там, если нет, дермография, дермография, да, вы просто пишете печатные буквы одна на другую, и, соответственно, как бы самое главное их прорисовывать, почему там слепогухи любят женщин с маникюром, потому что как бы женщины с маникюром могут прочертить там, да, второй вариант, вы его пальцем можете на любой ровной поверхности взять его руку и его так же как бы писать. Опять же, используется эффект пластичности мозга, если человек не с детства такой, не с рождения, а условно говоря, там это какая-то приобретенная слепоглухота, то он помнит, как выглядело начертание печатных букв, и, соответственно, может реагировать, и мы вспоминаем. Ну, вы можете закрыть глаза, представить слово «мама», например, и вы увидите, как оно у вас там, несмотря на то, что было разокрытое, вам мозг высветил очертание этих букв, да, и вы примерно понимаете. Вот, значит, есть способ дактильный, так называемый, алфавит, вот, ну тут вот мы привезли вам какое-то количество этих самых штучек, вот, а потом можете взять, это, как бы, смысл в том, что каждой букве русского алфавита соответствует определенный жест, да, да, можно, да, дактиль, да, да, значит, смысл в том, что, ну вот, как бы вы сжимаете ручку, да, и дальше, значит, человек ощупывает слепоглухой вашу руку, и, да, он ощупывает, да, он ощупывает вашу руку и понимает, какую букву вы хотите сказать, то есть вы ему фактически телеграфируете своей рукой какое-то сообщение, да, ну там буква А, буква Б, буква В, буква Г, Д, там, и так далее, да, то есть, и, условно говоря, вы ему там показываете, он ощупывает, и по, значит, ему не надо даже вот так прям плотно ощупывать, потому что у них уже навык, да, то есть он по нескольким точкам прикосновения к его ладони может понять, какую букву вы ему говорите. И вот вы так в очень неспешном режиме, опуская слова паразиты и, как бы, прочее, да, там, как истинный синхронный переводчик, ему, значит, вот это вот все в руку телеграфируете. Значит, это вот доктильный алфавит. В принципе, он учится достаточно быстро, вот волонтеры, которые есть в Сергиево-Посадский детский дом, за время поездки в электричке успевают его выучить, и дальше, собственно говоря, вопрос практики. Если интересно, сейчас хотите, можем размять руки немножко, да, если у нас есть, там, еще 5-7 минут, да, можем размять руки, просто это полезно, профилактика артрита, развитие мелкой моторики и так далее. Да, да, это следующий, как бы, этап, это русский жестовый язык, да, это то, на чем говорят глухие, значит, когда один жест, это одно слово, да, там, типа слово спасибо, там, да, или здравствуйте, там, да, и, значит, и так далее, или, там, президент. Ну, в общем, короче говоря, в общем, есть, там, туалет, да, вот, там, и так далее, самолет, ну, в общем, как бы, когда одно, один жест, одно, одно слово. А русский жестовый язык, он, грубо говоря, как китайский построен, да, там, что же иероглиф и слово, да, вот, поэтому у него своя грамматика немножко, там, как бы, отличная, вот, но она, как бы, чуть-чуть отличается от грамматики русского языка, да, вот, и, собственно говоря, это, там, особый вид общения. Для слепоглухих он хорош, для тех, кто слабовидящий, глухой, и, там, как бы, выучил это все в школе для глухих в свое время и так далее, для тех, кто совсем не видит, некоторые пользуются контактным жестовым языком, то есть, когда они берут, вот, знаете, как борьба на найских мальчиков, да, там, встают, там, берут руки и начинают его руками, значит, показывать жесты, ну, то есть, как бы, там, и так далее, то есть, это такое вот, идет у них общение очень-очень такое прям тесное, да. И еще один способ общения, вот, которым я говорил, когда, там, каждая точка на руке соответствует определенной букве, это код лорма, так называемый, он распространен в Европе, мы его сейчас начинаем немножечко прививать здесь тоже, то есть, код лорма, лорм, лорм, да, был такой псевдоним, там, был у чувака, значит, ироним лорм, значит, он придумал это все, как бы, способ общения, он удобен, потому что вы можете быстрее телеграфировать, и вам не надо руки, то есть, если у вас проблема, там, с руками, да, там, как бы, ДЦП, допустим, у ребенка или еще что-то, и руки ему сложно скрючить, так сказать, вот, в дактиль, да, то, в принципе, вот, код лорм, он позволяет гораздо проще и быстрее набивать ту же информацию просто на ладони. Мы сейчас сделали у нас на сайте, там, тренажерчик, за два часа он учится, там, видеотренажерчик есть, и, в общем, с компьютером можно достаточно быстро этому научиться, вот. Соответственно, ну, как бы, а? Он не только для слепоглухих, он для парализованных людей подходит, и так далее, то есть, для людей, у которых, как бы, нет возможности выразить себя, но у которых работает рука, она чувствует, и вы, соответственно, можете, там, тыкать им в руку, они вам в руку, и так далее, и так далее, в общем, в этом смысле, да, удобное, действительно, средство, средство общения. Дактиль будем пробовать, нет? Ну, просто пару букв хотя бы. Дактильное вот это будем пробовать? Ну, давайте, смотрите, просто можем по алфавиту быстро пройтись, он очень, а? Можем свет включить, мы же не будем больше ролики показывать. Лёш, нажмите. Нет, давайте нажмем. Вот, значит, смотрите, буква А, самая простая, кулак сжали, все, буква А, то есть, как бы, вот буква А. Значит, буква Б. Буква Б, самая сложная буква дактильного алфавита, вам надо к указательному пальцу прислонить средний, чтобы было немножко похоже, вот, ну, такую букву Б, но без верхней крышечки, да? Вот, вот вы прислонили, это самое сложное, если вы освоили букву Б, значит, у вас пальцы крючатся хорошо, и все остальные буквы дактильного алфавита у вас пройдут легко. Значит, буква Б. Буква В ладонь, буква Г похожа на букву Г, значит, буква Д вы рисуете в воздухе, помните, как в прописи, буква Д такая с хвостиком, вот вы рисуете, значит, вот хвостик наверх, да, букву Д нарисовали. Ё, легко запомнить, козел, да, вот, собственно говоря, козел, глухие иногда букву Ё показывают, как Е, только вот так трясут, типа, точечки, да, но слепо глухим удобнее, потому что руку ощупывают, букву Ё, как козел, легко запомнить, так далее. Значит, дальше, буква Ж, уж, ну, голова змеи, там уж, да, вот такая похожа на уж, буква З вы просто в воздухе рисуете З, пальчиком, указателем, это легко. Буква И, два пальца, вот у вас буква И, и краткая, это И с хвостиком, да, вот вы этот хвостик делаете движением руки. Буква К, топор, колоть дрова, колун, вот, К. Буква Л, вообще без объяснений даже, да, понятная. Буква М, тоже без объяснений понятная. Буква Н, безымянный палец, безымянный, там два Н, легко запомнить, буква Н, значит, это самое. Буква О, окей, буква П, тоже понятная, буква Р, средний палец. Вот запоминается, обычно путают Р и Н, Н это безымянный, легко запомнить, а Р это средний, да, там, потому что Р, средний палец. Буква Р, С, похоже на С, Т, похоже на Т, У, значит, сделали, отогнули по-купечески пальчик, пьем чай с вами, да, там. Значит, Ф, Ф, вот, ну, собственно, похоже на Ф, да, вот, если вы представите, вот палочка, и вот там буква Ф, да. Значит, Х, Х, вот это вот, мы называем импотент, буква, да, поэтому легко запомнить, буква Х, значит, С, два пальца сделали, и нам хвостик нужен с вами, да, С, Ч, Чур меня, вот, сложили, как креститесь, когда Ч, Ш, три пальчика, тоже понятно, Щ, мы сами догадались, что надо сделать хвостик вниз, да. Значит, мягкий знак, твердый знак, буква И, бык, да, И, вот, значит, поэтому там все, они просто букву И показывают, вот, значит, дальше буква Э, ну, вот вы делаете почти как С, только вам, ну, вот, как бы вот так, и вот она, палочка буква Э, да, пошла, то есть три пальца сложили, буква Э. Ю отогнули пальчик, мизинчик, Ю, и Я средний палец наложили на указатель, и получилась буква Я. То есть вы, в принципе, можете петь на дактильной азбуке, делать это вот так, ля-ля-ля-ля-ля, да, там, ну, условно говоря, там, да, или там можете показать слово Мама, например, теперь, и так далее, там, то есть какие-то, в принципе, простые слова, они очень там, ну, как бы достаточно быстро вы их, вы их запоминаете, эти буквы, то есть дальше вопрос того, что там несколько, чуть попрактиковаться, и, условно говоря, это все приходит дальше уже, дальше уже с практикой. Ну, это, может, с непривычки, да, 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 но как раз, да, но как раз, в принципе, как бы там смысл в том, что у вас там достаточно расслабленная кисть, потому что вам надо очень быстро все это телеграфировать. Да, и это очень тяжелая физическая работа, да, то есть в этом смысле, там, тифлосурдопереводчик, это физически тяжелая работа, то есть они должны меняться, как синхронные переводчики и так далее, да, потому что у него просто там действительно устает рука, вот если он долго переводит и так далее, то есть это такая, как бы, энергозатратная, энергозатратная история. Но зато очень здорово учат формулировать мысли свои, да, потому что тебе же надо передать все, и вот как раз все лишнее ты выбрасываешь, и фактически смс-ками такими в руку ему, значит, фигачь, там, самое главное, значит, что он должен, что он должен, то, что он должен узнать и понять. Вот, это вот, как бы, то, что я вам рассказал о средствах общения, в принципе, это, есть еще разные экзотические средства, например, в Японии это называется контактный брайль, когда они по фалангам пальцев, ну, как бы, брайльские точки переносят на фаланги пальцев. Там ситуация такая, что там садится слепоглухой, переводчик кладет, значит, ему сверху руки на его руки и начинает, как на пишущей машинке, ему, значит, там строчить по брайлю, значит, по фалангам пальцев, условно говоря, там вот есть контактный брайль. Вот, есть способ тодома, значит, когда кладет руку на гортань сюда и по вибрациям понимает, какие, что человек говорит, да, то есть этому тоже учили, был распространенный способ, по-моему, где в 20-м, в 19-м, 20-м веке очень многие слепоглухих учили именно так понимать речь человеческую, то есть, как бы, вот, был еще, значит, и можно на гортань, а можно на губы, то есть вот так на губы кладет, и когда вы говорите, все равно же идет, как бы, артикуляция губ, он ощупывает ваши губы, понимает, какие слова вы там говорите, да, это не очень удобно, не гигиенично и так далее, но, в принципе, такой способ, как бы, общения тоже, тоже был. То есть, в принципе, есть легкие, вот, дермография, дактиль, там, чуть посложнее, лорм, еще чуть посложнее, русский жестовый язык, совсем сложно, есть экзотические, вот, типа, тодомы, или же, вот, контактного брайля и так далее. Вот это, в общем, собственно говоря, то, что я вам хотел рассказать, не знаю, насколько там это все вам было полезно, интересно, можно, да, вот, в принципе, можно поздавать даже какие-то вопросы, если они вдруг появились в ходе моей длинной затянувшейся лекции. Да, да, вот здесь, значит, как бы, смысл в том, что, вот, как раз смысл Соколянского и Мещеряковой методики заключался в том, что ты сначала должен ребенка научить самообслуживание, так называем, навыкам самообслуживания, да, то есть, как бы, все начинается с ложки, на самом деле, то есть, смысл в том, что, если ребенок вообще, как бы, ничем не владеет, и нужно вот его с нуля, и он таким родился и так далее, но все начинается с ложки, то есть, его учат пользоваться ложкой, его учат садиться на горшок и учатся каким-то другим элементарным вещам, самому надевать на себя одежду, ее снимать и так далее, и так далее. Значит, понятно, что для того, чтобы его в голове там прострельнуло, что ложка это удобно и что надо пищу зачерпывать ложкой, а не брать рукой там и не выхлебывать с этой мисочки и там и так далее, да, да, нужно это сделать там несколько тысяч раз, да, то есть, как бы, там он будет выбрасывать эту ложку, он будет не понимать, зачем она нужна, просто в какой-то момент ему придет осознание, что ложка удобнее, потому что, как бы, ты можешь больше еды положить себе в рот. Тут включаются там инстинкты, о, отлично, значит, можно есть, как бы, это хорошо и так далее. Вот, дальше, после того, как он научился вот этим вот простым навыкам самообслуживания, в процессе вот этого обучения появляется некий набор бытовых жестов, то есть, для него там, условно говоря, там какое-то движение ассоциируют с едой, какое-то движение ассоциируют со сном, какое-то еще там с чем-то и так далее, значит, бытовые жесты. После этого они конвертируют эти бытовые жесты, начинают конвертировать, грубо говоря, в слова, да, то есть, в те жесты, которые есть классические, уже принятые для того или иного там вещи, действия и так далее. И потом это слово и в дактиль, да, и потом это слово дальше раскладывается по буквам, то есть, мы с вами как учимся читать, там, мы сначала азбуку, да, выучили алфавит, потом, значит, из букв начали складывать слова. Для паухих детей идет наоборот, то есть, сначала учат, как бы, условно говоря, воспринимать слово целиком, а потом учат раскладывать это слово на буквы. Сначала, соответственно, буквы дактильные, а потом буквы брайлевские, да, и, ну, там ту же Хелен Келлер, американку, вот эту знаменитую, которая там, как бы, весь мир ей восхищался и так далее, значит, ее пробило на слово вода, например, да, то есть, была, как бы, девочка себе росла Хелен Келлер в 19 веке, в достаточно благополучной семье, там, южного, какого-то там этого плантатора американского и так далее, была очень капризная, и, в принципе, как бы, там никто с ней из преподавателей не хотел заниматься, вот. Но в какой-то момент родителям это надоело терпеть ее капризы, и они выписали ей, значит, учительницу, значит, которая должна была приехать и как-то что-то из ребенка сделать более-менее вменяемое, да, они выписали эту учительницу. Учительнице это очень повезло, потому что девочка, поскольку там была капризная, она делала всегда, что хотела, и она очень часто ходила на кухню, помогала там негритянке, значит, по хозяйству. И у них с негритянкой выработался уже вот этот свой бытовой язык, из которого, значит, эта педагог могла что-то вытащить для обучения. И вот она, значит, начала с ней заниматься, и в какой-то момент девочку пробило на слове вода. У нее произошла в голове ассоциация между вода, стакан и слово water. И как бы вот после этого, значит, у нее там после того, как в мозгу электричество стрельнуло, значит, она начала очень быстро осваивать слова и поняла принцип связи предмета, слово, там его название, букв там и всего остального. Поэтому, то есть здесь это очень кропотливый процесс, требующий терпения, требующий многократного повторения с точки зрения педагога. А учитывая, что это дети, опять же, с множественными нарушениями, у которых может быть и в умственном развитии и так далее, это просто очень долгий процесс самого обучения. Но чисто теоретически, в принципе, как сейчас вот и по закону, так у нас и так далее, необучаемых детей нет.